В Югре предоставили более 1700 мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Роман Генкель на заседании регионального оперштаба. Так, правительство округа оказало помощь бизнесменам на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей. Из них около 120 миллионов были направлены 716 предпринимателям для компенсации арендной платы помещений, а также на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг. Кроме того, депэкономразвитие Югры выдал 83 гранта социальным предприятиям на сумму 40 миллионов рублей и 30 грантов молодым бизнесменам до 25 лет на сумму 13,5 миллионов рублей. 16 молодых нягонцев получили ключи от квартиры – это сироты и те, кто остался без попечения родителей. По региональной программе свое жилье такие югорчане должны получить по достижению 18 лет. В третьем квартале этого года в Нягоне 30 человек получили ключи от квартир. Добавлю, в округе до конца года обеспечат жильем всех детей-сирот. Об этом говорили на одном из заседаний правительства Югры. На этот год запланировано приобрести квартиры для почти тысяч человек. Большинство сирот уже справили новоселье. Нам вообще сказали, что мы, наверное, ближе к Новому году только ее получим, а тут через два месяца после моего совершеннолетия получили. Конечно, у меня уже есть идея, как обустроить квартиру свою. Я планирую ее сделать в бело-серых и в синих тонах. Это спальню. Кухню, наверное, больше к белому склоняюсь сделать. Квартиры приобретены Департаментом государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа. Этот вопрос находится под персональным контролем губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. И с учетом ее прямых указаний в этом году квартиры приобретались в регион. Потом предоставлялись в муниципалитет. И сегодня мы эту работу завершаем, уже предоставляя ключи нашим ребятам. Югорчане поделятся рецептами фирменных блюд. В социальной сети ВКонтакте стартовал кулинарный конкурс «Книга рецептов Югры». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо опубликовать пост с рецептом на своей странице во ВКонтакте. Добавить к заметке фото участника и фото готового блюда. К посту обязательно нужно добавить хэштег «Книга рецептов Югры» и упомянуть номинацию. Всего есть три категории. Самый аппетитный рецепт, самый оригинальный рецепт, а также самая дружная семья. Для участия в последней номинации нужно опубликовать видео, где готовит вся семья. Три победителя получат призы «Электрогриле». Их определит конкурсная комиссия. Добавлю рецепты всех участников. Организаторы конкурса соберут в электронную книгу, которая будет доступна для всех желающих. Работа принимается до 30 ноября. В Нефтьюганске открылся ярмарочный центр «Сувенирка». В одном из микрорайонов заработали четыре торговых киоска. Павильон оформили в эко-стиле, разместили их на месте старого скейт-парка. Идея создания торговых точек принадлежит местному предпринимателю. Ярмарка будет работать на постоянной основе. Гости и жители Нефтьюганска смогут приобрести продукцию югорских производителей. Среди них горячая выпечка, сладости, а также теплые вещи, связанные местными мастерицами. Чуть позже на территории ярмарочного комплекса зальют каток и откроют прокат коньков. Это будет место особо притягательным для населения, потому что, ну правда, оно находится в центре. И на месте бывшего ДК-строитель. Здесь место намоленное. Здесь очень много было встреч молодых людей, которые создавали семьи, рожали потом детей. ДК-строитель для них был местом культуры, точкой притяжения. И мы хотим возродить эти традиции. ДК-строитель.